Карпуха! Я видел его! Ты прикинь, в натуре карп, я его видел! 12 часов дня ребята, выехали на местечко офигенное, будем пытаться кивущить, привет! Для вас видеоролики выходят 2-3 раза на неделю, а я, к сожалению, уже неделю не был на рыбалке, поэтому очень-очень руки чешутся взять боковой кивок и что-то накивочить. Рыба не ходит, возможно она уже вышла отсюда, не знаю, поэтому берем нашу палочку и идем проверять. Поехали! Как обычно, по порядку. Кивочек и у нас ребята кивочек. Рассказывать нечего. Мой любименький кивочек, мормышка, катушечка, палка. Здесь мы когда-то рыбачили, попробуем с этих краев, а потом начнем продвигаться в разные стороны. Кто-куда, а мы к зайцам. Шестой номер крючка, с прошлого раза я его не переодевал. Два опарика червячок. Будем ждать трофея. Я думаю, если нормальный король клюнет, он не такой заглотит. Причем, ребята, сама прелесть этой рыбалки в том, что ты берешь свою удочку, берешь рюкзачок, на плечо кинул и пошел. Легко, комфортно и мобильно. Так, ребята, будет правильнее расчистить себе территорию, дать месту отдохнуть, а потом пойти косить. О, так это же красота. Пусть отдохнет. Есть, ребята. Сошел. Ах. Вот, блин, такая нежная поклевка. Короче, я даже, блин, не определил, что это поклевка. Как-то так, как будто в молоке каком-то. Что он делал или засмактывал. Хрень его знает. Ну, такой был, келуха максимум. Ах. Сход. Ну, сход, это тоже результат, правильно? Сход. 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 Есть. Стой, стой, стой. Есть, друзья. Смотри, какой. Ты шо? Козел. Мелкий. А какой упористый. Еще и багранул. Ты шо? Бродяга. Как это тебя угораздило? Смотрите. Проходил, зацепил нить, я его багранул. Честно вам сказать, ребята, вываживать багреного подлеща намного приятней, нежели он берет ртом. Потому как это боец не очень, он сразу, сразу же сдается, хапнув воздуха. Поэтому поблагодарим его за поклевку и отпустим вас лоясь. Пускай растет и радует нас. Тот первый, первый, где я отсюда чуть не вытащил. Он клюнул ртом, я видел. Но как-то, походу, он засмахтывал или как, непонятно. Поэтому недососмахтал и сошел. Он был немного больше. А этот, хоть и меньше, но дал, дал, конечно, ощущение. Класс. За недельку я уже и подзабыл, как это. Круто. Видели, мормышка хоть и спрятана была. Но остренькая. Без шансов. Без шансов. Без шансов. С Owner. Смотрите продолжение в следующей серии. Есть, ребятушки, с поклёвочкой в ротик взял. Ах, ты же мой сладенький. Иди к папочке. Как тебя там? Иди, 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 иди. Покажу, кто не поверит. Мне писал один, говорит, никогда не поверю, что лящ, когда он в пупырышках, то бишь, трётся, клюнет на опарыш или на червь. Я уже не в одном видео показывал, ребята, есть багрёные, согласен. Но есть и те, которые клюют. И те, которые клюют, их процентов 80, ну 75, 20-25 процентов тех, что багрятся крупным планом. Видите? Чётко за губоньку, без монтажа, без ничего. Так что, ребята, верьте, клюют лещ, и тот, кто ищет, тот всегда найдёт. Красавчик, 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 давай, давай. Спасибо большое за поклёвку. Ты настоящий друг. Приходи к нам ещё. Спасибо за эмоции. Класс. Покажу, ребята, где я стою. Смотрите, всё. Заливы. Там берег. Здесь, смотрите, какая глубина по колено. Вот, ребята, сделал одно местечко. Отсюда взял. Смотрите, здесь сделал второе местечко. Один сход, один вытащил. И там, где я очень сильно разгребал, будто в таком затоне, там я ещё не был. Дал время, пускай, немного успокоиться. Ну, а сейчас ноги, как бы сказать, не казённые, а также подмерзают. Поэтому пойдём немного чая попьём и вернёмся на то первое, самое первое место, где я расчищал. Там немного проверим и здесь походим. Видите, ребята, крупного леща почему-то нет. Клюют козлики. Здесь недалеко то место, где мы таскали крупные, ну, где-то как недалеко, метров 600-700 пройтись. Поэтому, ребята, здесь мы часик как к 3-4 пошаримся, а на вечерний клёв махнём туда. Наше местечко. Звонил только, что Димону. Димон также ищет, ходит места. Говорит, поймал одного карася и один, более-менее нормальный лещик, сошёл у него. И черепаху завалил. На пепельницу заберёт, сказал. Димон. Ах ты, гад, напутал и сошел. Наверное. Полезен, ребята, посмотрим. Хорошо шу-вейдерсах, с поклевочкой был. Да, ребята, сошел. К сожалению, но факт. Ха-ха-ха. Хорош был. Ох, ощущение подарил массу. И только положил туда и сразу повел. Моментально. Увы, ребята, но и этот пациент был не наш. Он был небольшой, мы бы его и так отпустили. А эмоции получили. Класс. Ищем крупного. Стою, ребята, пью чай и думаю, почему были сходы? Так реально подумать. Все очень просто. У меня стоит крупная мормышка на нормальную рыбу. Мы данной мормышкой брали 2,5-3 кг леща. Без всяких проблем. Зацепы были. Вырывали ее. Она абсолютно не разъебалась. То есть, это крючок номер 6. И это карповая тема. Лещики клевали грамм по 800, наверное, козленыши. Так вот, им бы неплохо было поставить мормышечку поменьше. Но, учитывая то, что я рассчитываю на нормальную рыбу, эта мелочь мне абсолютно не надо. Я не стал менять мормышки. Хотя данным методом можно было бы исключить какие-то пару сходиков. Поэтому как-то так. Продолжение следует... А вот это ты видал? Так можно же, ребятушки? Вот вам. Пытался клюнуть хулиган. Четко подхавал. Или копошился, искал. Хрень его знает. Ох, я кайфанул. Фух, ты шо? Ну, здесь он засел навсегда. Фух. У меня только что похожий паренек сошел. Но этого я выдергнул. Оттого с места не можно было срулить. Ой, кайфок. Это эти ощущения, я недельку их не чувствовал. Просто незабываемое. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Обязательно. Красота. Ох, красавчик. Красевич. Ну, наконец-то. Я думал, что тебя уже не существует. Вот это, ребята, красавчик. На жарюху. Ай, хорош. Ай, хорош. Карпуха, я видел его. Ты прикинь, в натуре карп, я его видел. Вы же. Оторвал мормыху. Я охренел. Я видел. Да какая пятера. Семера. Там такой монстр. Я охренел. 18-я. Да какая 18-я. Михалыч на 0,32-ю ловит. А ты 18-й. Второй уже, ребята, это жесть. Я так хочу. Я тоже оторвать хочу. Ты что? Я ни хрена не мог сделать. Да ты что, слышишь? Не, я на месте. Вот монстры. Охренеть. Солнце садится, ребята. Пора собираться домой. Рыбалочка сегодня после обед была такой, я вам бы сказал, трудовой. Искали рыбу. Рыбу, в принципе, нашли, но сами видели. Прохладно стоять в воде. Сегодняшним результатом, то, что мы забрали домой, это один лещик, такой полторушечка, и один карасик. Все. Ну и на том спасибо. Карпика нашли. Но к нему еще нужно приспособиться. Нужно нить купить, вейдерсы новые, либо же утеплиться как-то. Ну ничего, разберемся. Все, ребята. Ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи. Пока. Каково оно? Каково? Очень холодно. Очень холодно. Замурс. Серьезно? Ну все. Все, что можно. Замурс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»